Я помогал работать над памятником Достоевского, который стоит около лагерного метро Владимирска. Здесь работают самые первые, самые известные, которыми стали Полина и Игнатьев. Это две скульптурные группы около театра юного зрителя Тюзер. Полина скульптор сделала группу девочек, а скульптор Игнатьев сделал группу мальчиков. Также у них есть несколько осуществленных проектов в Петербурге, это мемориальные доски, вы знаете, которые вы там можете прочитать. Полина, безусловно, это прошедший сюжет через всю ее жизнь, это памятник Достоевскому, который первый экис она придумала еще в 58-м году, когда только-только стал Достоевскому выпечататься и только произошел в 88-м году социализмный конкурс, где Полина победила в правом установке, И здесь возможно какие-то такие, обратить ваше внимание, какие-то фотографии, которые вам, наверное, дадут представление. Например, это вот Игнатьев и Полина, когда мой отец Петр, живописец, еще заканчивает только Академию художеств. Это фотография на одна из персональных выставок Игнатьева в Русском музее, и здесь вот виден сам скульптор Игнатьев, это живописец Моисеенко, это еще будущий только директор Русского музея Гусев, это мастер-искусствовед. Из таких, может быть, важных для жизни, вот это вот так, вот это мастерская Полиной, где-то там 84-го года, а это, возможно, одна из таких важных для скульптора Игнатьева фотографий о том, что говорящие о том, как люди уже заменяются и меняются в совершенно в разном возрасте. Это его есть фотография из поэзии 65-го года, когда он побывал в Греции и увидев греческую скульптуру, так скажем, поочию, с любимым искусством греческим, вот этим именно и в окружении греческой, и природой, и под солнцем греческой, и скульптура Игнатьев очень много о своей, так скажем, жизни пересмотрела отношения искусства и творчества, и даже вы можете заметить, как меняется человек, здесь вы можете увидеть, что у него не очень много даже волос на голове. А вот это, а это вот человек заменившийся, это уже 70-е годы. Вот так вот может человек как-то поднестить и даже перестроить каким-то образом свою жизнь. Вот, и здесь, вот, здесь, вот это тоже интересная фотография, это Крутер Игнатьев в армии в 34-м году. Он закончил, он там, родом, из Николаева, отец его был перопредстроителем на Николаевских больших вертях, и, ну, отец его погиб во время Гражданской войны, а мать уже в 50-е годы, и у деда осталось еще две стихи, так же нужно тоже ему помогать, но он закончился художественным училищем в Николаеве. Но, в отличие от других его соучеников, как они дальше продолжили свое художественное образование в Одесском училище, он был разбитым в армию. Но в тот момент в армии был объявлен конкурс и была организована, так называемая, выставка искусств армейского, ну, скажем так, я не могу точно вам сказать название, но выставка, как бы, искусства Красной Армии. И детка этой выставки создает вот этот вот бюст традиста, две настральные величины. И он выставляет этот бюст прямо из армейской части, и на выставке эту скульптуру видит скульптор Шерва, такой известный и русский, и советский скульптор, и говорит, а вот этого молодого человека я забираю себе в художественный институт, прямо из армии. И он берет его прямо в Киевский институт к себе, даже не на первый, а на второй курс, и он там начинает обучаться. И в итоге получается, что вот этот вот, как бы случайность, что его призвали в армию, а его соученики пошли в Одесское училище, и потом, только после Одесского училища они планировали поступить в Киевский институт. Оказалось, что он, как бы, таким каким-то маневром он оказался там в Киевском институте, но он проучился там всего у Шерварда и у Тырса, преподавал рисунок где-то 4 года, и перевелся уже в Ленинградский институт к Матвееву. И Матвейского тоже известный наш мастер-скульптор. Говорил, что его хочет взять на диплом, но он очень хотел у него учиться. Он говорит, что Матвеев сказал, что по этим работам я, безусловно, вас могу сразу взять на дипломный курс, но Александр Михайлович попросил нет. Он сказал, что я хочу на младше, чтобы пройти у вас все обучение. И это в чем-то, возможно, ему даже и послужит, потому что он, будучи студентом, когда началась война, он ушел в ополчение, но обратно, но потом студентов уже эвакуировали в Самарканд. И получилось, что он не погиб во время войны. Если бы он закончил Академию, то, безусловно, он был бы призван совсем по-другому. Может, не было бы эвакуации, не было бы весь этот курс, и несколько даже курсов спасены Самарканд. И давайте тогда вам еще какие-то работы покажем. Это в глине, но потом был отлитый из гипса. Да, да. Курсов Игнатиев и Курсов Игнатиев, они работали во всех культурных материалах. Да, скажем так, и в дереве, и в камне, и отливали в бронзии, и любили и твердые, и мрамор, и гранит. И здесь мы видим они совершенно повторяющие показательные работы в данном материале, и они, что отличается от многих возможных скульпторов, что они дорабатывали в камне свои работы своими же руками. То есть они, все эти работы, они как бы несут авторские свои же шоу. Боекрасная практика работы в камне. Бывает, когда скульптор создает только модель в глине, потом она переводится в гипс, и уже с помощью каменщики переводится твердый материал. В общем-то, скульптор только немножко какие-то нюансы там доводит, да, какие-то там, которые ему смущают. Но вот эта вот непосредственно русская доводка авторская камня, она, не все скульпторы не прилегают, но с ней скульптор Холина и скульптор Игнатиев, все их камни, они не авторские, они доведены их руками, они предстают перед нами в том виде, в каком их задумывал автор.